15-летняя Полина Борисова занимается разработкой и пошивом небольших коллекций одежды. Этому она научилась в Центре детского и юношеского творчества «Мечта». В прошлом году девочка решила принять участие в конкурсе «Самарская маслена. Гостья дорогая», чтобы применить полученные в Центре знания на практике. Вместе с другими воспитанницами она сделала куклу. Девочки сшили для нее костюм и подготовили украшения. Маслена заняла второе место. Мы делали вот эти вот пайеточки. Сначала мы делали наметку, потом прошивали на машинке. Все это постепенно, аккуратно делали. Все девочки мне тоже помогали и все принимали в этом активное участие. В этом году девочки решили взять реванш и мечтают оказаться на первом месте. Если прежняя кукла была выполнена в классическом стиле, то в этом году участницы создадут современную. Процесс создания масленой довольно трудоемкий. На пошив одной куклы уходит несколько занятий. Это сплочает детей, это дает им новую информацию о наших традициях, потому что сейчас дети не всегда интересуются тем, что было раньше. А тут прекрасная возможность узнать, тем более сделать своими руками что-то. Конкурс-выставка проходит уже второй год по четырем номинациям. Оригинальная, обрядовая, современная и эко-куклы. Критерии оценки жюри будут варьироваться в зависимости от выбранной категории. Участником может стать любой желающий. Маслены должны быть выполнены в виде ростовых кукол высотой не менее полуметра. Создавать арт-объекты можно из любых материалов, используя различные техники исполнения. В прошлом году в конкурсе участвовали свыше двухсот человек. Порядка 150 маслен украсили тогда площадь Куйбышева в день проводов русской зимы. Этот конкурс и выставка нужен не только детям, но и взрослым. Во-первых, это поддержание традиций народных, культурных традиций, возрождение их. И еще такой момент здесь присутствует, что людей побуждают к творчеству. Дают, в общем-то, и свободу, и дают возможность вспомнить наши традиции, нашу культуру народную. И погрузиться в этот праздник проводов зимы и встречи весны. После того, как жюри отберет лучшие работы, арт-объекты представят на главной площади города во время Масленицы. Работы победителей конкурса отметят ценными призами. Заявки будут приниматься с 20 февраля по 7 марта 2021 года. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.